В Тверской области на протяжении трёх недель держится тёплая и сухая погода. По словам синоптиков, такие показатели свойственны больше середины мая. Пользуясь возможностью, жители региона потянулись на отдых, на природу или на дачу. Одни жарят шашлыки, другие занимаются хозяйством. Нередко вылазки граждан за город оборачиваются палом травы, по неосторожности или даже преднамеренно. Какие наказания ждут поджигателей и какие могут быть последствия, расскажем в следующем материале выпуска. Традиционно в Тверской области случай пала сухой травы происходит весной, с наступлением тепла. Зачастую причина таких ЧП – человеческая безответственность. Так в микрорайоне Соминка в минувшие выходные полыхало поле. Огонь охватил территорию между ТЭЦ-3 и деревней Киселёво. Горело ясно и долго, по словам очевидцев, что пришлось вызывать пожарных. Огнеборцы оперативно ликвидировали ЧП, поэтому огонь не успел дойти до жилых построек. В Волоскале на шашлыки закончилась таким инцидентом или же это был умышленный поджог сухой травы – неизвестно. Как ни странно, но некоторые считают, что пал старой травы даже полезен. Якобы эта сомнительная процедура способствует удобрению почвы, быстрому росту молодых растений и избавлению от паразитов. Но у местных жителей версия куда более прозаичная. Это просто молодёжь балуется. Вот такие где-то лет 12, 10, 12, 14. Вот это самый такой сейчас, как сказать, подростковый возраст. Они ходят вот так, черкают спичку, кидают. А сейчас же ветер. Помимо спичек причиной возгорания может стать даже незатушенная сигарета. Вообще это место назвать безлюдным нельзя. Здесь постоянно гуляют мамы с колясками, собачники и пожилые граждане. А совсем рядом жилые дома и режимный объект ТЭЦ-3. Поэтому подобные ЧП могут угрожать жизни и здоровью людей, сохранности имущества. Независимо от того, случайность ли это или преднамеренный поджог. Кстати говоря, сжечь траву или нет – вечный вопрос для дачников и жителей пригорода. Не было в прошлом году. Этого делать не надо. А вот в советское время, кстати, это частенько делали. Рядом с домами это делать нельзя. Благими намерениями вымощена дорога в ад, гласит старая мудрость. Поэтому, казалось бы, безобидное желание обновить почву стало причиной пожара 10 апреля в селе Михайловское Калининского района. Огонь едва не перекинулся на дома. Зачастую поджигатели не задумываются над тем, что пламя стремительно распространяется на большие территории и приводит к лесным пожарам. С подобными явлениями борются. В Тверской области действует каждый год пожароопасный период. С 10 апреля по 30 сентября. Сотрудники МЧС мониторят территории, следят за обстановкой в лесах при помощи беспилотников, камер и вертолета. Проводится активная работа с населением. Спасатели предупреждают, нельзя пользоваться открытым огнем, бросать окурки и спички, оставлять бутылки и стекла, так как они способны сработать, как зажигательные линзы. А полицейские напоминают, что согласно части 6 статьи 24 Кодекса об административных правонарушениях, за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Для граждан он составит до 5000 рублей, для должностных лиц от 40 до 50, для юрлиц от 350 до 400 тысяч рублей. Кроме того, нарушителям может грозить и уголовная ответственность. Максимальная санкция статьи 168 «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности» предусматривает лишение свободы на срок до одного года.